К нашему эфиру для обсуждения этой темы присоединяется Илья Довлячин, журналист телеграм-канала «Можем объяснить». Илья, рада приветствовать. Здравствуйте. Да, Каролина, здравствуйте. Рад вас видеть. Илья, так что же, так вот, Путин не может никак выговорить? Вроде бы пытается как-то изображать, по крайней мере, партнерство, а проявить уважение и четко выговорить имя не выходит. Да, еще на протяжении стольких лет. Ну там, на самом деле, в этой всей истории может быть две причины, почему, собственно, Путин никак не может произнести имя Касым Жамар Кемелевича Такаева. Ну, сложно, не сложно произнести. У нас с вами выходит, по крайней мере. Да, мы справляемся с этим. А Путин справляется, ну, может быть, по причине того, что, ну, забывают регулярно принимать лекарства. И, в принципе, это показывает, что как бы таблетки нужно принимать по расписанию. А если рядом с тобой есть люди, которые вообще тебе не перечат никогда, или даже не пытаются сделать вид, что они в чем-то с тобой не согласны, хотя бы чуть-чуть поспорить. Мы прекрасно знаем, что в окружении Путина настолько исключительный лоялизм, что люди боятся даже возразить в каких-то там мелочах. И, собственно, поэтому вот складывается вся вот эта ситуация. Но мне кажется, что все-таки дело не столько в лекарствах, хотя их тоже надо, конечно, принимать, сколько в том, что Путин просто никого не уважает. Вот это такой действительно шовинист, который готов унижать, оскорблять, точно так же, как это принято сейчас в российской политике. Да, зайдем в телеграм-канал Дмитрия Медведева и посмотрим, что он там пишет. Тем более, что совершенно правильно прозвучало у вас в сюжете. Ведь Путин называл правильно имя Такаева на ПМЭФе в 2022 году, в июне. Так что, как бы тогда у него получилось. Сейчас он это делает специально, потому что Казахстан действительно присоединился к санкциям западным. И мы это видим в том числе по поставкам, например, каких-то чипов, каких-то комплектующих. Но по таможенной базе видно, что Казахстан практически ничего не поставляет в Россию. То есть эта страна все-таки соблюдает санкционный режим. И наверняка это вызывает дикое негодование в Кремле. Потому что, ну, чем больше санкционных деталей, вот вы сейчас показываете самолет, да, с этим тоже в России гигантская проблема. И нужны чипы, нужны комплектующие, потому что этот авиационный каннибализм продолжается. И в конце концов там, ну, не ровен час, что случится какая-нибудь жуткая катастрофа. Потому что Россия ничего не может производить. Сколько говорилось об импортозамещении, сколько там все это длилось. Но ничего они так и не сделали. Поэтому, собственно, это и вызывает раздражение у Путина. Что вот эти вот союзники, которые он считает сателлитами. И вообще, мы же с вами знаем, да, что Путин считает развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой. Поэтому все вот эти вот страны, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, он все их считает частью России. И так будет считать, видимо, уже до самого конца своей жизни. Для Касым Жамарт Кемельевича ведь это очень важно, чтобы его имя, как минимум его самоназванный или не самоназванный партнер. Я не знаю, как обозначить сейчас это взаимодействие России и Казахстана на сегодняшнем этапе истории. Но вместе с тем, ведь для него важно, чтобы его имя произносили четко, потому что это дань уважения. И он ведь сам понимает, что Путин таким образом... Знаете, это вот из разряда, кто как обзывается, тот так и называется, когда Путин однажды выдал. И вот это что-то похожее, что, мол, вы делаете то, что нам не нравится, и мы таким несколько детским образом, возможно, даже инфантильным, что странно для диктатора, выскажем так свое несогласие. Еще раз подчеркнем, как мы вас за это не уважаем. И все-таки на отношении России и Казахстана, как это может сказаться? Ну, я думаю, что это действительно отражается довольно плохо, потому что мы видим, как эта ситуация освещается в казахских СМИ. И действительно, там много комментариев экспертных, недовольных людей, поскольку, ну действительно, слушайте, унижают президента страны. Откровенно унижают. Это не какой-то мальчик из подворотни. Это президент довольно большой страны, в которой, кстати, после начала мобилизации оказались сотни тысяч россиян. Поэтому, когда Путин позволяет себе вот это, он это делает еще раз осознанно, потому что давайте вспомним, ну, например, все эти пресс-конференции. Вот было объявлено, что в конце этого года, где-то в середине декабря пройдет очередная пресс-конференция Владимира Путина, которая будет с прямой линией объединена. Так вот, он же всегда на всех этих пресс-конференциях вначале сыпет цифрами. И во многом делает это без бумажек. И когда ему задают вопросы, он точно так же начинает сыпать цифрами, не заглядывая в какие-то бумажки. Поэтому то, что он забывает, якобы забывает имя отчества президента Казахстана, это абсолютно осознанная история. Тем более, тем более, что российская пропаганда, как мы наблюдали, она тоже сильно обрушивается на Казахстан. И когда вот жители Казахстана видят, как та же самая Маргарита Симонян упрекает властей Казахстана в том, что они, цитата, сотрудничают с нациками, ну, это очевидно все идет не на пользу двухсторонним отношениям, и в Казахстане зреет негодование из-за вот такой политики российских властей. Или это только к самому Такаеву и к его вот определенным решениям, которые Путину и режиму не нравятся. Либо это можно уже характеризовать как то, что идет от Путина, собственно, России и от россиян к жителям Казахстана. Нет, это я думаю, что, во-первых, еще раз, Путин считает все страны в СНГ так или иначе Россией, поэтому его уже в этом не переубедить. Ну и личное отношение его к Такаеву, конечно, испортилось именно потому, что Казахстан соблюдает санкции. Ну, еще раз, мы смотрели очень тщательно таможенные поставки, видим, как, например, России помогает Индия, как России помогает Иран. И мы видим, что российские власти, ну, не оскорбляют Индию и не оскорбляют Иран, потому что эти две страны помогают России обходить санкции. Китай тот же самый. Из Китая постоянно в обход санкций поставляются, ну, различные чипы, типа Analog Devices или Texas Instruments, ну, или известная марка NVIDIA. Вот все эти чипы продолжают поставляться в Россию, что, кстати, свидетельствует, что санкционная политика западных стран, она слишком мягкая, с этим что-то надо очевидно делать, поскольку до сих пор в Россию поступают все санкционные товары. А вот Казахстан другое дело, да, Казахстан соблюдает санкции и не поставляет комплектующие, поэтому, ну, да, Владимиру Путину, естественно, кладут бумажки, да, какие у России главные союзники, кто помогает обходить санкции. После этого Владимир Путин на каких-нибудь там мероприятиях сидит, стучит кулаком по столу и говорит, ах, вот какие негодяи западные страны, но ничего, мы с санкциями справимся, они сделают Россию только сильнее, а режим только стабильнее. На самом деле нет, потому что если все вот эти вот санкции будут продолжаться и комплектующие не будут поставляться в Россию, а против тех стран, которые помогают России обходить санкции, тоже будут введены ограничения, ну, тут Владимиру Путину и российскому режиму придется, ой, как не сладко. Хочу озвучить некоторую информацию, чтобы нашим зрителям раскрыть полноту картины. Искажать имя лидера Казахстана Путин начал на фоне охлаждения отношений двух стран, которое началось еще около двух лет назад. И вот после начала полномасштабной агрессии России против Украины Касым Жамар Такаев говорил, что не признает самоназванных ЛНР и ДНР. Там же он отметил, что Казахстан определенно поддерживает принцип нерушимости международно признанных границ. В одном из интервью он подчеркнул, что Казахстан не должен вечно служить и кланяться в ноги России. И заявил, что откажется помогать ей с обходом санкций. Кроме того, Такаев не захотел принимать награды от Путина, отказавшись от ордена Александра Невского за заслуги в сотрудничестве с Россией. После этих событий на него обрушила и серия обвинений со стороны российских пропагандистов и чиновников. Вот, в частности, Маргарита Симоньян упрекала Казахстан в якобы заигрывании с нацистами. А в Госдуме заявляли, что территория этой страны большой подарок со стороны России. Разгорался между этими двумя государствами и нефтяной шантаж, когда Такаев пообещал ЕС помощь в выходе из энергокризиса. Была приостановлена работа российского участка трубопровода с казахской нефтью. Его отключали несколько раз. В ответ Астана начала развивать экспорт в обход России. Такаев поручил наладить поставки про транскаспийскому маршруту и привлечь инвесторов США. Так вот, мы понимаем, что так или иначе, такое недопонимание между Россией и Казахстаном, а в частности, между, вероятно, Такаевым и Путиным, оно все больше и больше углубляется. Есть ли такое предположение, что, возможно, Такаев также несколько ждет победы Украины в войне против России, чтобы действительно более четко артикулировать свою позицию, ну и, возможно, на самом деле прекратить такие сотрудничества? Потому что, так или иначе, у Казахстана достаточно протяженная граница с Россией. Мы это не единожды слышали от казахских экспертов. И тут очень важно, где вот эта грань недовольства Такаевым и Путиным и вот этих их недопониманий между собой. Ну, с буйным соседом нужно вести себя аккуратно. Даже если вы не поддерживаете его действия, в корне не согласны с его решениями, но провоцировать его довольно опасно. А российская власть сейчас действительно какие-то буйно помешанные люди, которые постоянно выкрикивают угрозы. Да, вот вы процитировали Симонян, в Госдуме там постоянно всем угрожают. Медведев тот же самый. Ну, это такие шовинисты, которые действительно считают все страны, которые были в Советском Союзе, так или иначе, должны войти обратно в состав России. В принципе, Путин, ну, ему сослужили такую игру, когда, опять же, все последние 8 лет после аннексии Крыма, после там других событий, после убийства Бориса Немцова, после многочисленных посадок политических, разгонов, митингов, европейские страны продолжали заигрывать с Владимиром Путиным, российским режимом, торговали с ним. Ну, например, президент Эстонии Томас Хендрик Эльвис, который сейчас очень активно выступает за санкции против всех россиян, он не остановил строительство Северного потока, хотя мог бы, честно говоря, ну, использовать такой карт-бланш, чтобы не дать российской власти его потом использовать. А мы видим, что власти российские шантажируют постоянно. Вот постоянно идет шантаж, да, применим ядерную бомбу, там, то все, пятое и десятое, и как вообще будете жить без России? Нам этот мир не нужен без России, говорят российские власти. И, кстати, то, как они относятся вот ко всем странам СНГ, свидетельствует, например, действия Роскомнадзора, который вот нам, например, Роскомнадзор ничего не посылает, потому что прекрасно понимает, что будет послан. А вот казахским СМИ Роскомнадзор постоянно посылает претензии, просьбы и требования удалить какую-то запрещенную, по мнению Роскомнадзора, информацию. Казахские СМИ, естественно, эти требования игнорируют и сталкиваются с блокировками. Вот Роскомнадзор считает, что казахские СМИ почему-то, ну, должны подчиняться законам Российской Федерации. Ну, естественно, они в Роскомнадзоре берут под козырек именно то, что декламирует Владимир Путин и вся российская власть. Да, нужно осторожно себя вести по отношению к сбалмошному соседу, но ведь тут речь даже больше не о самом соседе, а о агрессивном режиме. Если режим будет свергнут, насколько у Казахстана появится, возможно, больше решимости действительно проявить свою такую достаточно четкую позицию. Ну, я думаю, что это в любом случае должно быть, поскольку Казахстан находится под угрозой, действительно. Ну, вот правильно говорят, что Владимир Путин не остановится, если вдруг, внезапно, у него получится захватить Украину, он же пойдет дальше. Ну, потому что, еще раз, он все страны, входившие в состав Советского Союза, считает Россией. И, собственно, то, что происходило с Белоруссией в последние годы, да, это такая ползучая оккупация. Хотя, понятно, что Лукашенко тоже довольно хитрый жук и так просто не отдаст свою страну Владимиру Путину. Но, так или иначе, Россия пытается захватывать новые территории. Хотя, вот Владимир Путин же, он сам постоянно говорит, Россия – это самая большая страна в мире. Ну, серьезно, вот вы гордитесь своей территорией и все. Владимир Владимирович, это не благодаря вам Россия стала такой большой. Это история так сложилась вообще-то. Вашей заслуги в этом нет никакой. И, в принципе, хвастаться территорией, ну, лучше, наверное, похвастаться тем, что люди живут богато, тем, что учителя получают достойные зарплаты, тем, что у россиян, подавляющего числа россиян, ну, хотя бы туалет и канализация есть в доме. А мы знаем, что, по крайней мере, у 15-20% жителей России туалет на улице вообще находится. Но Владимиру Путину плевать на это. Ему главные вот эти вот его великие какие-то планы по восстановлению сверхдержавы, которые Россия могла стать, но, к сожалению, не стала, потому что все его сподручные все разворовали. И вместо того, чтобы, например, заниматься производством чего бы-то хорошего, там строили ракеты. Вместо того, чтобы обеспечивать людей, там раздавали квартиры чиновникам. Отдать 257-метровую квартиру главе совбеза Николаю Патрушеву, который постоянно шепчет что-то на ушко Путину, это за милую душу. Вот так, собственно, Россия и продолжает жить. Это очень печально, потому что у России действительно был шанс, но сейчас никакого выхода из всей этой ситуации нет, кроме как демонтаж этого режима. Илья, благодарю вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Илья Довлячин, журналист Телеграм-канал «Можем объяснить», был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok